Ну что, друзья, я могу сказать. Случилось то, чего мы все так ждали. Это случилось, да, на уходящей неделе. Московская валютная биржа попала под санкции. С этого дня биржа объявила, что она больше не торгует свободно конвертируемыми валютами, в частности, долларом и евро. Ну, на радость. Ура патриотам, безголовым ура патриотам. И тем не менее, вот, по прошествии пары дней всего, мы уже наблюдаем коллапс, который начался, происходит, и я думаю, что это будет продолжаться довольно долгое время. Я имею в виду, конечно же, спекулянтов, которые тут же активизировались там, буквально в тот же день, когда, да, на бирже было объявлено о том, что так и так, валютой мы больше не торгуем. В этот же день один из банков, могу ошибиться, если буду произносить его название, да и не хочется, Алин из банков установил ценник на тот же доллар 50 рублей на покупку и 200 на продажу. Это еще только цветочки, потому что рынки тоже отреагировали моментально. Вот буквально сегодня с утра с женой зашли на Wildberries посмотреть цены, и мне показывают, говорят, слушай, приколи за цены. Вот всего неделю назад она там выбирает, что-то постоянно складывает в какую-то корзину, ну, для того, чтобы потом выкупить. Иногда там вот тоже нашла, говорит, комплект постельного белья буквально неделю назад, стоил 1700 рублей, отложила его в корзину в надежде, ну, вдруг цена поменяется в сторону как бы приятной неожиданности, вдруг подешевеет. Нет, 10 с лишним тысяч, сейчас этот комплект стоит постельного белья, и, в общем, цены уже поползли вверх. Вот, что это значит для всех, для нас? Ну, вот я говорю, сейчас несколько месяцев мы будем жить по таким спекулятивным ценам, потому что уже многие высказываются, экономисты, в первую очередь, нормальные, грамотные экономисты, да, не те путинские эффективные менеджеры, которые немного понимают в экономике, они уже сказали, что, ребят, вот это надолго. Сейчас вот эти вот спекулянты активизируются и будут, в общем, набивать себе карманы, наедать себе харю, пока не устанут или пока их не начнут бить по рукам. Ну, коль скоро, сегодня, Центробанк никак это дело пока не регулирует, банки тоже предоставлены сами себе, то есть биржи, да, нет, то есть, по сути, биржа до недавнего времени, после начала известных событий, как раз определяла тот самый курс доллара вследствие торгов, ну, вот сегодня всё, биржа не торгует, поэтому, ну, естественно, появятся разные курсы, как это было в советское время. Опять же, на радость безголовым мура-патриотам, которые уже там начали кричать, да, рубль укрепится, как в советское время, он стоит 67 копеек или там 90, это не так, это враньё, это ложь, звездёж и провокация. Он действительно там официальный курс, да, он был нарисован, нарисован вот на таком уровне в 67 копеек за одну зелёную бумажку, другое дело, что его купить нельзя было за эти деньги. Вот, на чёрном рынке он, разумеется, стоил дороже, причём значительно дороже, там какие-то... караул какой ценник был. Вот мы идём пока тем же путём уже, вот, читатели моего телеграм-канала видели, сегодня с утра буквально выкладывал новость о том, что, значит, эксперты высшей школы экономики как раз и посматривают в ту сторону, в сторону того, что доллар, скорее всего, нарисует ему курс в коммерческих банках до 50 рублей, и очень многие попадут. А почему? Ну, во-первых, мы как-то с вами всё время забываем, что мы страна-то, в общем, импортозависимая, зависим мы, ну, процентов на 70 от внешнего рынка, ну, во всём мире такова ситуация, да, не только у нас. Мы страна импортозависимая, и в общем, и в целом, да, продаём нефть, куда продаём? За границу. А за какие деньги продаём? За рубли? Да нет, за ту же самую валюту, да. Это, речь идёт об экспортерах, и импортеры, которые работают по параллельному импорту, они точно так же закупают валюту, потом едут куда-то за границу, закупают там какие-то товары, возят их в страну. Вы знаете, что существует правило с недавнего времени для экспортеров и импортеров, которые обязаны всю свою валютную выручку сдавать, и вот они вынуждены будут сдавать эту валютную выручку, то есть, грубо говоря, той нефти или чего-то ещё экспортер продал на энное количество, на энную сумму, скажем, миллион, два-три миллиона долларов, да, и если бы по реальным расценкам он бы за эти свои доллары получил нормальную цену, ценник, который он получал ещё неделю назад, то сегодня, конечно же, он будет покупать эти доллары у спекулянтов, у банкиров в два раза дешевле от их реальной стоимости. Соответственно, он потеряет деньги, соответственно, он потеряет, ну, мы потеряем с вами налоги, потеряем рабочие места и так далее, потому что экспортеры просто, они теряют свою выгоду, а в убыток себе ни один капиталист никогда не будет работать. То же самое касается импортеров, то есть, они вынуждены будут покупать этот доллар, опять же, по заниженной цене, по заниженной в два раза, соответственно, те товары, которые они будут сюда к нам возить, ну, вот эти товары, они будут просто строить значительно дороже, повторюсь, пример с Вайлберис, я вам чуть выше его привёл, о том, что уже сейчас тот же Вайлберис уже отреагировал, пытаются наесть харю, а люди, по всей вероятности, испуганные, тем более сейчас слухи, сплетни гуляют по всему интернету, я думаю, они будут дальше распространяться, уже начали поговаривать о том, что дорогие мои хорошие, всё, вообще могут запретить валюту в России, как это было в советское время, понятно, опять же, кому это на руку, это на руку спекулянтам, ну, и, ребят, в общем, я нас всех поздравляю, в ближайшие, повторюсь, несколько месяцев мы на себя ощутим всю прелесть вот этого спекулятивного момента. Значит, что касается ура-патриотов, которые, ну, вот прям говорят, да что это, это же прикольно, давайте, наконец, слезем с этой долларовой игры, ну, ребят, мы с вами все как-то забываем, что Россия, она ведь большая страна только по площади, по территории, а на самом деле, наша страна, по большому счёту, да, 2% мировой экономики, всего 2%, то есть на что мы можем повлиять? Ну, это копейки, это слёзы в большом-большом мировом океане, поэтому, когда говорят, да мы тут сейчас, ну, ребят, я очень люблю это сравнение, да, когда есть ларёк у Ашота, вот в плане экономики со своими двумя процентами мы тот самый ларёк у Ашота, который открылся возле огромного гипермаркета, говорит, что я им покажу? Да нет, конечно, нет, конечно, никак мы не повлияем на эту рыночную экономику, потому что рубль – это не конвертируемая валюта, а многие другие, да, конвертируемых валют, по сути, 2-3, ну, доллар, евро, и, значит, японский юань, ну, японская иена, ну, иена в меньшей степени, в основном, конечно, доллар и евро конвертируются везде, те, кто бывают за границей, или те, кто работают в бизнесе, они прекрасно понимают, что выезжая в любую страну мира, вот, используя вот эти вот денежные знаки, в принципе, это платежный инструмент для любой страны мира, чего не скажешь про наш рубль. Поэтому, когда наши великие, в кавычках, экономисты, придумывали всю эту историю, пытались ездить по ушам Владимира Владимировича о том, что давайте перейдем на расчеты в национальных валютах, ну, и чего добились. Просто хочу вам напомнить историю с индийскими рупиями. Мы в Индию 2 года, после начала известных событий, повторюсь, возили нефть и газ, да, они у нас покупали в долларовом эквиваленте, там, на какие-то сотни миллиардов долларов, и в конце концов, ну, поскольку они рассчитались с нами рупиями, эти рупия и зависли просто. Оказалось, что, мало того, что они вообще не конвертируются ни во что, оказалось, что их из Индии вывезти нельзя, то есть бабки вроде как наши, но воспользоваться мы ими не можем. В конце концов, индусы придумали, нашли решение, сказали, ребят, а вы эти бабки вложите в нашу экономику. И опять же, безголовые ура-патриоты сказали, ну, а что, плохо, что ли? Будут замечательные у нас индийские активы у нашей страны, да нет, дорогие мои хорошие, расстрою я тебе, дорогой мой ура-патриот, у тебя никаких активов индийских не будет, они будут, опять же, у тех же самых людей, у Миллера, у Сечина, у Дерипаски, и же с ними, у тебя не будет ничего, ты как сидел с голой жопой впроголодь, так и будешь дальше, сидеть с голой жопой впроголодь. Сейчас вот привязались к китайскому юаню, но там история, ну, она, конечно, полегче, нежели история с рупиями, но тоже, там все зависит от воли китайцев, от их хорошего настроения. Завтра китайцы проснутся, почешут репу, дабы не попадать, например, под вторичные санкции, ну, под что-то еще, и скажут, ребят, мы запрещаем вам с нашими юанями рассчитываться, где бы то ни было, ну, кроме как с нами, и все, и мы приплыли, это, опять же, просто гора резаной бумаги, которая не нужна никому. Повторюсь, это все, сегодня мы зависим от доброй воли китайцев, и это будет касаться всего, повторюсь, а мы, еще раз, для тех, кто на бронепоезде, мы очень импортозависимое государство, мы очень, мы везем к себе все, и, естественно, там, приезжая в любую страну, там, условную Турцию, условную, там, Казахстан, Узбекистан, да куда угодно, они с большей радостью принимали бы наши доллары, американские доллары, а не наши, никому не нужные рубли, да, и не свои тугрики, в том числе, поэтому, ну, я не знаю, чему тут радоваться, время покажет. Вообще, экономика штука сложная, вот это вот надо понимать, ведь не просто так, да, в свое время, мир придумал, вот эту вот, так называемую, резервную валюту, которую сначала стал доллар, или после, да, добавились еще и их европейские еврики, да, почему, потому что любой товар, он должен быть как-то оценен, вот, как можно оценить баррель нефти, сколько он стоит, там, 20 бутылок кока-колы, или там, 100 метров портянок, ну, это глупость, да, то есть, то есть, нефть должна стоить сколько-то, чтобы было понятно во всем мире, что это действительно приемлемая нормальная цена, именно поэтому привязываются к какому-то, к какой-то резервной валюте, раньше их называлось условной единицы, сегодня это называется, ну, американский доллар, вот, и так во всем, да, мы не можем просто так продавать эту нефть, там, кому-то, и получать сколько-то лир, сколько это мы не понимаем, поэтому цена должна быть к чему-то привязана, к сожалению, наше народонаселение не понимает, для чего это, не был бы этот доллар, было бы что-то другое, почему привязались к доллару, ну, потому что, в общем, относительно стабильная валюта, которую не лихорадит, чтобы там не говорили об этой валюте, да, ну, чтобы я 30 лет уже слышу, что доллару все, завтра кранты, за это время мы с вами пережили в России, да, огромное количество коллапсов, вспомните, 98-й год, да, потом 2008-й, потом 2014-й, потом, то есть у нас кризисы, кризисы, кризисы все время, но в Соединенные Штаты так никогда не лихорадило, ну, потому что это там все бабло мира, и туда, конечно же, вливаются огромные инвестиции, и разрушить вот эту вот систему, ну, нам с вами точно не под силу, когда говорят, что вот, давайте будем там игнорировать этот доллар, ну, повторюсь, во-первых, мы 2% мирового ВВП всего, поэтому, что мы там будем игнорировать, и как бы, что мы там, что мы там наигнорируем, ну, это, ну, вы же понимаете, вилами по воде, вот, не равны силы, не равны возможности, простой пример, кстати, понятный, помните, оппозиционеры в свое время призывали бойкотировать выборы, и ни разу эта история не сработала, почему, ну, потому что бойкотировать, ну, для того, чтобы оно сработало, бойкотировать те выборы должны были все, а если их бойкотирует, там, 20% оппозиционно настроенного населения, ну, они все равно состоятся, всех, кого надо выберут, поэтому ты можешь сидеть, спать дальше, здесь тоже самое, мы со своими двумя процентами ВВП, ну, мы хоть забойкотируемся, мы можем кричать, что это доллар, это чушь собачья, но, все остальные, это к этому доллару привязаны, причем, он там проник настолько, во все, вот эти, вот, экономические, да, рыночные отношения, весь мир к нему привязан, для того, чтобы с нему сейчас соскочить, это, повторюсь, надо договориться, всему миру, и, наверное, на это уйдут даже не годы, а десятилетия, чтобы уйти от доллара, но другой вопрос, к чему мы уйдем, сейчас мне говорят, давайте в крипту, простите, крипта, это вообще частные деньги, вы реально хотите сесть на частные цифровые деньги, то есть хозяин денег будет непонятно кто, ну, ребят, ну, вы пошутили, что ли, поэтому я говорю, вот экономика, это такая штука, это такой локомотив, такой поезд с огромным количеством вагонов, его нельзя просто так остановить, помните, в Советском Союзе, еще был такой старый бородатый анекдот, товарищ прапорщик, прикажите остановиться вот этому поезду, поезд, стой, раз, два, но это так не работает, и вот так же с экономикой, невозможно, этот несущийся на гигантских скоростях поезд, в котором сидит весь мир, взять и остановить по велению там просто одной отдельно взятой страны, ну, не получится, не сработает, да, или там хорошо не поезд вам, если не нравится сравнение, огромный корабль такой, а-ля Титаник, остановить его может только айсберг, этот корабль, но последствия, да, столкновения Титаника с айсбергом, мы все хорошо знаем, корабль уйдет на дно, пострадают, миллионы, в данном случае, да, если говорить о мировой экономике, пострадают миллионы, пострадают там десятки, сотни может быть стран, вот, поэтому, ну, вот я говорю, ничего хорошего, конечно, из этого не получится, сейчас, вот, сейчас придется стиснуть зубы, и будем очень надеяться, будем очень надеяться, что наши великие экономисты не будут заниматься ерундой, будем очень надеяться, что наши великие экономисты все-таки сообразят и скажут, да, слушайте, ребят, надо как-то, как-то попытаются выйти из этой ситуации с наименьшими потерями, а то, что потери будут, это железобетонный, еще раз. Вот приводил этот пример, вы знаете, у меня брат, фермер, занимается тем, что выращивает цветы, но вот незадача, да, семена для этих цветов, они не производятся в России, ну, потому что это очень кропотливое, сложное дело, и, в общем, никому не выгодно этим заниматься, там, одно семечко для того же тюльпана надо проращивать 3-5 лет, то есть, грубо говоря, вложил ты бабки сегодня, а первую прибыль ты получишь через 5 лет, то есть, что, то есть, ты его сажаешь, выкапываешь, снова закапываешь, следующий год, он растет, растет, вот, поэтому семена продаются только в Голландию, он и так-то уже объявил, из-за санкций, из-за того, что вот ему приходилось обходными путями, там, выстраивать новую цепочку логистики, там, через какие-то дружественные страны, ввести туда валюту, а Голландия не хочет принимать наши рубли, равно как индийские рупии, там, и китайские юани, они хотят принимать евро, приходилось ему где-то искать эти евро, обходными путями выстраивать логистические цепочки, чтобы эти деньги доехали до Голландии, там, чтобы погрузили эти семена, привезли их, опять же, обходными путями в Россию, из-за того, что логистика удлинилась, все это сказалось на цене, и он уже, вот, на прошлой этой неделе заявил, что, например, на 40%, видимо, ценник буду повышать, ну, вот, сейчас еще и с валютой такая свистопляска происходит, я имею в виду, конечно же, свободно конвертируемую валюту, поэтому и на этом еще раз обязательно, обязательно собирают все не самые порядочные люди, спекулянты, которые попытаются себе нажрать харю, ну, что ж, будем посмотреть, и пока, пока мы сидим и просто наблюдаем. Все, как-то так, удачных выходных, пока-пока!